Держать спину прямо, тянуть носок, чеканить шаг. Петь песни и шагать с троем непросто. Однако маленькие, но уже такие боевые отряды справляются со своей задачей на ура. И пусть не так синхронно, как на настоящих парадах, но уже по-взрослому. Мы тренировались, выполнили требования музыкального руководителя, и все получилось. Приступали, волновались, да. Нам понравилось, и думаю, займем первое место. На тренировки ушел не один день, делятся главнокомандующие отрядов, музыкальные руководители. Искали костюмы, учили речевки и строевой шаг. Все, чтобы выступить достойно и попасть в ряды лучших. На конкурсе строя песни «Солдатушки, браво, ребятушки» в финал вышли 14 команд. Нам, конечно, очень понравилась идея проведения такого конкурса. Дети очень заинтересовались. Очень длительная была подготовка, много тренировок. Когда выступали, очень волновалась. Хотелось с ними вместе встать в строй. Но эмоции очень положительные. Матросы, пехотинцы, танкисты и десантники. Ребята представили самые разные рода войск. Спели современные мелодии и песни военных лет. Старания бравых парней и их боевых подруг оценили и настоящие военные. Благодаря руководству страны, руководству и города, ну, в принципе, и всех, наверное, вот такие военно-патриотические мероприятия, они привносят долю воспитания, то есть помимо родительского, да, воспитания и духа. Конкурс проводится в Череповце уже второй год. И с каждым разом все больше детских коллективов присоединяется к патриотическому движению. Наши подрастающие поколения сегодня демонстрируют вот такие навыки, такое отношение к родине, те слова, которые они заложили в речевку, те песни, которые они исполняют, свидетельствуют о том, что у нас замечательные ребята, у нас замечательное подрастающее поколение, у России большое будущее. В мае и победители, и участники конкурса присоединятся к празднованию Дня Победы в Череповце. И еще раз пройдут марши по праздничным площадкам города. Анастасия Хаткова, Анатолий Хорин. Новости.